Родимся Привет, геймеры! Судя по вашим письмам, всем очень понравился позапрошний выпуск нашей передачи. Единственным минусом было то, что вы увидели игры, о которых мы вам уже рассказывали. Сегодня мы тоже решили оправдать название программы на все 100%. Что из этого получилось, вы увидите, если останетесь с нами на протяжении 25 минут. В эфире ПРО ИГРЫ. САЛЮТ В эфире традиционная рубрика нашей передачи «Пробежка», в которой вы, как всегда, узнаете о трех играх различных жанров. Здесь будет адвенчура, и приключения, и экшен. Хм, хотя адвенчура — это, наверное, и приключения есть. Одним словом, смотрите. Уверен, мало кто знает Гарри, главного героя серии Pitfall. Это такой исследователь джунглей и катакомб, косящий под Инди Джонса. Впервые я с ним познакомился на Сиге и провел в его обществе много интересных часов. Потом, после долгого забытия, эту перспективную серию реанимировали на первый PlayStation, где игра с треском провалилась. И вот, спустя много лет Гарри снова воскрес. Сначала на второй сунге, а затем и на персе. А так как перед нами порт с приставки, значит опять придется бороться с управлением и ругать глюченую камеру. Хорошо, для подобных проектов я уже давно прибомбил себе в агитетчевский джойстик. Иначе бы забросил игру на первом уровне, а не на втором. Поверьте, пара удачных находок геймплея не может перекрыть всех минусов и недоработок. Если вам уже совсем не во что играть, можете купить Pitfall. Но если вы пройдете мимо, поверьте, ничего не потеряете. Лучше достать с пыльной полки Sega, вставить картридж с первой частью — удовольствия побольше будет. Нет ничего более увлекательного, чем приключения. Тем более приключения, вдохновленные сказочными путешествиями в достижении своей мечты. Но сейчас речь пойдет не о каком-нибудь шедевре, способном затмить все игры подобного жанра, и не о какой-нибудь принципиальной новинке. Перед вами игра, подкупающая своей простотой и добродушием — Полярный экспресс. Основанная по мотивам одноименного фильма, она не только следует его сюжетной линии, но и полностью взаимодействует с достопамятными персонажами. Играя за маленького мальчика, который в надежде встретиться с заветным Санта-Клаусом, оказывается в паровозе «Полярный экспресс» и отправляется на нем вместе с другими ребятами на Северный полюс, вам придется пройти 8 увлекательных глав, в каждой из которых вы столкнетесь со всевозможными мини-играми и пазлами. Так вы сможете поиграть в теннис, покататься на лыжах, почувствовать себя каскадером, перепрыгивая на ходу через вагоны поезда, и даже побывать в роли мышелова, испытать себя на меткость, баталиях со страшными куклами и многое-многое другое. Эта игра просто создана для юных геймеров, поэтому проходится на одном дыхании. Ну что, вы приготовились? Тогда поехали. Двери закрываются. Дорогая мама, я знаю, что ты всегда хотела, чтобы я поступила на юридический, но я думаю, что мне нужно идти по пути, который мне подходит. Кому нравятся игры жанра экшн-рпг, поднимите правую руку. Кто до сих пор любит порыбаться обо второго дьяволу, поднимите левую. Как вы знаете, игры этого жанра бывают разные. Хорошие и не очень. Постапокалиптическая игра «Запретная зона» располагается где-то в середине этого простенького рейтинга. Вроде бы, все на месте. Толпы врагов, куча оружия и имплантантов, четыре героя с различными навыками и навевающий скупу сюжет. Но отсутствует самое главное – драйв, заставляющий нас рубить в капусту сотни одинаковых противников ради самого процесса накопления опыта или получения долгожданного скилла. Слегка разнообразит геймплей миссии в виртуальном пространстве, но только на первых порах. Хотя не слушайте вы привередливого геймера. Игра довольно неплохая для конца прошлого века. Так, кто там еще стоит с двумя поднятыми руками? Проходите, проходите, не задерживайте очередь. А вот остальных я попрошу остаться. Добро пожаловать в запретную зону. Я вырвалась, теперь у меня новый идентификатор. Я буду зарабатывать себе на хлеб выполнением незаконных поручений. Драйв – мощная сила. Вы уже не можете без привычного адреналина, пускаясь в бесконечные голокружительные погони за новыми трофеями. Вы – стрит-рейсер. Приготовьтесь к острым ощущениям. Итак, Need for Speed Underground 2. Наверняка те, кто играл в первую часть этой мини-серии от Electronic Arts, только успев войти во вкус безумных соревнований, разочарованно замечали, что трасса уже закончена. Здесь такого не произойдет. Масштаб игрового мира заметно расширен. Общая протяженность дорог составила более 200 километров. Теперь в вашем распоряжении город, состоящий из пяти районов мегаполисов. В каждом из них представлены внушительные площади для всевозможных игровых режимов, список которых также пополнится. Можете устраивать заезды по условленному маршруту кольцевых дорог, либо посоревноваться на скорость в ограниченной дистанции, вызвать наличную дуэль встречного гонщика и обогнать его на 300 метров, а также испытать свой мастер-класс вождения, продемонстрировав всем различные трюки. Разнообразился ряд автомобильных моделей и количество их владений. Из 30 различных машин вам позволено иметь 5. Но, думаю, вас более заинтересует богатая возможность модернизации. Такого шикарного выбора как внешнего, так и внутреннего тюнинга машины, пожалуй, не встречалось нигде. От простых зеркал, подвесок, настраиваемых коробок передач до ультрамодной аудиосистемы со множеством динамиков, сабвуферов и усилителей. Так что ваша малютка при должном уходе может превратиться в сказку, благо, возможность позволяет. А если же все-таки у вас возникнет проблема с деньгами, можете прибегать к услугам спонсоров. Все, что потребуется, это понравится. Кстати, количество денег и респекта, заработанных вами непосильным трудом за соревнования, напрямую влияет на профессиональных соперников. А вот проблемы с горючим теперь вряд ли у вас будут. Эту необходимую ценность, под названием «Нитро», вы приобретаете прямо во время гонок за место очков. А сейчас приготовьтесь. Самая главная особенность – свободная езда по городу. Так называемый режим экспорт. Странствуйте, путешествуйте, наблюдайте. Не забудьте только заехать в магазин с зановыми деталями и успеть к началу гонки, объявления которых будут разрешены по всевозможным отелям, супермаркетам, паркам, аэропортам. В общем, не заметить будет трудно. А для особо нетерпеливых предусмотрена карта мира, с помощью которой вы можете мгновенно переместиться к месту событий. Только учтите, что и на карте отмечено не все, поэтому будьте всегда на чеку и не забывайте обращаться к своему телефону. Именно таким образом вас уведомят о намечающихся событиях. К недостаткам следует отнести малое количество случайных гонщиков, полное отсутствие всяких пешеходов, несменяемое время суток, слабую физическую модель, заранее определенное расположение луж и отсутствие системы повреждений. Но все это становится практически незаметным при сумасшедшем темпе лихих гонок. Откажемся от громких слов и скажем просто – эта игра достойна вашего внимания. Привет! С вами Артур Лапринч и в эфире новости игрового мира. Сегодня у нас для вас только одна новость, которую для вас расскажет наш специальный корреспондент Павел Слатыков. Алло, Паша, 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 как там у нас дела? Все нормально? Блин, кто там? Дарчи, я сейчас слышу. Геймеры, свершилось. Игра, которую мы ждали сильнее всего, наконец-то вышла. Спасибо новым системам за то, что предоставили мне очень хороший компьютер по очень хорошей цене. Спасибо компании Valve за то, что больше не задерживают выпуск своего детища. Спасибо Game Boy New за Half-Life 2. Half-Life. Всего два слова. Но вот если подумать, сколько они значат для игровой индустрии? Миллионы геймеров по всему миру ждали продолжения легенды. Единицы не играли в первую часть холмы, но таких быстро отлавливали в подворотнях, силком засаживали за компьютер и вручали в реки монтировку. После этого несчастные, под неусептым контролем Гордона Фримена достигали просветления и вливались в стройные ряды фанатов серии. Пять долгих лет длилось ожидание. Обычный мод Half-Life под названием Counter-Strike взлетел на вершину славы и стал одной из самых популярных мировых гибридисциплин. Вышло несколько аддонов, да и вообще игровая индустрия не стояла на месте. Но несмотря на огромное количество выходимых игр, мы часами пропадали в сети, выискивали крохи информации и видеоролики из ожидаемого хита. Прилизился сентябрь 2003 года, дата официального релиза второго Half-Life. Толупы народа бросились обгрыживать компы, либо заявленные системные требования были не очень ласковыми. И тут случился грандиозный облом. В интернете поползли слухи, что разработчики не успевают уложиться в назначенный срок. Затем произошла кража исходного кода в N64 House. Сначала игры перенесли на апрель всего года. Затем последовало долгое молчание, перенос даты выхода, очередной перенос даты выхода. Да, незавидная история вышла у этого проекта. Ну да, это вы и без меня знаете. Но сейчас это уже не важно. Важно, что наконец-то наступил великий момент. Встречайте, Half-Life 2. Как вы помните, от конец первой части Гордону почти что удалось спастись. Но один очень секретный человечек со своим неизменным черным челоданчиком встал у него на пути. И теперь мы, работая на G-мена, пребываем в Сити-17. Город, где происходит исследование, и куда свозят лучшие умы мира. Все и всех в Сити-17 контролирует гражданская оборона. И только небольшая горстка повстанцев восстает против рабского труда. Хотя я не собираюсь раскрывать вам весь сюжет. Гораздо интереснее самому, слово за словом, разбираться в происходящем. Скажу лишь, что он никого не разочарует. Про графику я тоже не хочу говорить. Пусть различные игровые журналы ищут поэмы на эту тему, подкрепляя свои слова парочкой выразительных скиншотов. Вы же все сами видите сейчас на экранах своих телевизоров. Особо радует, что движок так замечательно оптимизирован, что игра пойдет даже не на самых мощных компьютерах. Хотя в таком случае графикой вы не насладитесь. Проверено на втором G-Force. А вот физика порадовала. Ящики, бочки, пивные бутылки можно брать в руки и переносить с места на место. Самое веселое начинается при появлении гравипушки. Это такой девайс, позволяющий манипулировать предметами. Причем степень веселья зависит только от вашей больной фантазии. Можно зарядить табуреткой плов к вражескому солдату. Можно швырнуть в толпу бочку с горющим или баллон с газом. Можно даже резать супостатов на части цикулярной пилой. Ловить брошенные вас гранаты с последующим отсыланием их хозяина. Надо видеть, как балка, упав на распорку и задев бочку, заставляет покатиться вниз пачку труб, которую в свою очередь по дороге снесут и раздолбают еще массу предметов. Надо видеть, как гнутся бочки, как они падают, как тонут. Словами это сложно описать. Ладно, хватит про физику. Ведь большую часть игрового процесса нам предстоит делать то же, что и в других экшенах. Мочить всех, кто не с нами. Нам встретятся как старые полюбившиеся противники, так и новые. А вот оружия, на мой взгляд, маловато будет. Хотя каждая пугалка будет полезна до самого конца игры. Также для разнообразия нам позволят покататься на багги и катере на воздушной подушке. Хотя на фоне всей игры управление этими транспортными средствами кажется слегка аркадным. Конечно, вторая Халва не лишена и мелких недочетов. Нереволюционные, а и противников. Малая протяженность игры. Непробиваемые стены, но в состоянии эйфории о них даже думать не хочется. Valve создала революционный шедевр, который не разочарует многочисленную армию фанатов и несомненно получит титул игры года. Да и множество других наград. Второй Half-Life это непередаваемая атмосфера. Это хит, который никогда не забудут. Это фильм, который хочется смотреть от начала и до конца на одном дыхании. Можно еще много говорить и показывать, но время нашей передачи не резиновое. Напоследок, скажу вам, в наших руках оказалась лучшая игра на PC. Остальным разработчикам FPS'ов осталось только сходить в магазин за мылом и веревкой, ибо идеал уже достигнут. Более 30 видов компьютеров на любой вкус и для любого кармана. Огромное количество комплектующих. Профессиональные консультанты. 35, 16, 92, 44, 74, 45. Положить в Северском 2. Торговый центр Балтик Престиж. Пократионная, 68. Сесть компьютерных салонов. Новая система. Ну все, все. Хватит восточных триков. Успокойтесь. Спуститесь на землю. Пора поговорить об играх приставочных. И сейчас вы узнаете о продолжении знаменитого платформера Ratchet & Clank. Любимые многими Ratchet & Clank вернулись к геймерам в третьей части сериала, чтобы увеличить свой арсенал. И нифигово увеличили, позвольте себе заметить. Но об этом чуть попозже. Если вы играли в первые две части этого платформера, спешу вас огорчить. В игре практически ничего не изменилось. Ну, чуть улучшили графику, добавили множество планет, придумали историю об очередном спасении вселенной от очередного мегаманьяка и разбавили сюжет весьма неплохими роликами с изрядным чувством юмора. Все эти компоненты были в дальнейшем склеены в единую игру, которую и выкинули в продажу. Хавайте. Если вы играли в первые две части этого платформера, спешу вас обрадовать. Хавать все еще хочется. Хотя геймплей не изменился ни на йоту. Мы будем все так же бегать и исследовать закоулки уровней, крошить на запчасти противников, исправно собирая болтики, летать, ездить, стрелять из пушки и получать при этом море удовольствия. Так, я уже говорил про болтики. Это что-то типа наших денег, на которые Рэчет может усовершенствовать свой арсенал. Да так, что даже самый привередливый любитель оружия останется доволен. Ведь в игре присутствует целых 20 разнообразных стволов. От огненной плети и миниатюрной черной дыры до стационарных лазеров и безумных роботов-камикадзе. Я уже молчу о всевозможных гаджетах и костюмах, а также о мультиплеере на четверых, испытать который просто обязаны все владельцы третьих похождений Рэчета и Кланка. Совершенно точно ясно, что перед нами один из лучших платформеров для второй PlayStation. Agent Crank! You missed! So much for the famous secret agent! Hmm. Shocking. Да, третью часть речи, что рекламка можно смело назвать одним из лучших платформеров. Вы спросите, почему не лучшим? Да потому, что на это место уже есть другой претендент. Встречайте, Джек-3. Встречайте, окрутившие от своей значимости неразлучные друзья Декстер и Джек вернулись в третьей и последней части сериала, чтобы расстраиваться точки над би, очередной раз спасти планету, обрести любовь и славу, а также наладить личную жизнь. Да, много чего предстоит сделать нашим героям, как бы при этом еще и шкуру спасти. Сюжет игры начинается аккурат с того места, на чем закончилась вторая часть. Ушастика и его ручную крысу обвиняют в убийстве Кенни, подрыве устоев демократического общества, геноциде медноголовых, в общем, во всех вселенских грехах и отправляют в ссылку, в Шушенскую пустыню, что в Енисейские губернии. Проводя параллели с имеющей всех матрицей, хочется сказать, что вторую и третью части Джека надо рассматривать как одну игру, или хотя бы играть сразу, ибо они тесно связаны как сюжетом, так и основами геймплея. Его, кстати, очень разнообразили. Нам придется и покататься на различных баге, и полетать на корабле, и осветлать гигантскую ящерицу. Мы постреляем из большой пушки, закосим под Пакмена, поуправляем ракетой и роботом. В общем, скучать не придется, поверьте. Да к тому же, перед каждым заданием нам покажут сюжетный ролик, а мы-то знаем. Где появляется Декстер, там просто невозможно удержаться от смеха. Хотя что Декстер, давайте лучше поговорим о Джеке. Вот кого точно не обделили. И хотя у него остались те же четыре оружия, каждое теперь можно трижды проапгрейдить, что в сумме дает целых 12 стволов. Увеличилось и количество возможностей. Так как, помимо темного, наш герой умеет превращаться и в светлого Джека, теперь ему подвластны невидимость, исцеление, замедление времени и наращивание крыльев. Единственные минусы, замеченные мною, так это повышенная легкость прохождения и короткая сюжетная линия. Но с другой стороны, если вы решите собрать абсолютно все секреты, то ни короткой, ни легкой игра вам не покажется. Да и что говорить, перед нами лучший платформер, все базовые части которого идеально сочетаются, образуя в своей целостности единение геймера и игры. Ну и напоследок мы хотим познакомить вас с очередной игрой из серии «Властелин колец» на сей раз в жанре RPG. Я, если честно, большой любитель приставочных RPG-шек. Переиграл во многие, и поэтому сразу понял, откуда растут корни «Властелина колец». Немного взяли из общих японских концепций жанра, побольше из Final Fantasy X и готово получать очередной хит. Но вот что странно, при явном планировании игра не стала плохой, а завернутая в обедку легендарной серии и вовсе начинает нравиться. Сюжет повествует о приключениях четырех людей, эльфа и гнома. Герои совершенно новые и раньше никому из нас не встречались. Им предстоит пройти по следам Братства Кольца почти по всем знаменитым местам из кинотрилогии. В море мы поможем Гендальфу одолеть Балрога, в Рохане наподдадим Гриме, в Хельму Айпаде вместе с Арагорном, Гимби или Голасом будем отражать нападение у Рубхаев и даже поприсутствуем при осаде Гондора. Честно говоря, сюжет очень слаб и смотрится только из-за пересечения с фильмом. Поэтому и понапихали в игру более ста роликов из творения Питера Джексона. Зато все остальное на высоте. Удобная система боя, красивая графика и, наконец, любимая многими вселенная. Я не жалею, что потратил 30 часов своего времени. Рекомендую третий век как поклонникам «Властелина колец», так и любителям качественных RPG. А сейчас настало время викторины. Условия очень простые. Сделайте юмористический скриншот из любой игры, придумайте к нему прикольную подпись и присылайте это творение на наш почтовый ящик progamessobakabiptelecom.ru Итоги викторины будут подведены в последние передачи года и победители получат огромное количество призов. Ну вот, в очередной раз настало время прощаться. Надеемся, что наш сегодняшний полностью игровый выпуск вам очень понравился. Но мы не собираемся на этом останавливаться и будем усовершенствовать программу все лучше и лучше. В следующий раз смотрите нас ровно через две недели в то же самое время на телеканале «Премьер». Ну а сейчас мы вновь садимся за джойстики и клавиатуры, чтобы в следующем выпуске порадовать вас новыми играми. На протяжении всей передачи для вас играл Павел Солтыков и Артур Лапурнич. До новых встреч, геймеры! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова